Приветствую вас, дорогие телезрители телеканала ТБН, дорогие возлюбленные братья и сестры, с вами программа «На днях», ее постоянно ведущий Сергей Риховский, мы говорим о актуальнейших проблемах взаимоотношения церкви и общества, реакции церкви на реакцию общества и, естественно, наоборот. «На днях» произошло очень удивительное, уникальное событие на юге России в городе Армавире. Один достаточно благочестивый священнослужитель решил переписать классику. Он как-то не очень уютно себя чувствовал, когда одно из произведений Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о попе и слуге его балде». Простите, извините, я все-таки пастор церкви, может быть, не очень правильно выражаюсь, но тем не менее написал Пушкин, это классика, это величайшее произведение, где как-то в не очень хорошем свете представлен поп. Ну, так случилось, да. Поп – это такой собирательный образ, пастырь, овец, там, православие, там, не знаю, пятидесятников, неважно, да, все, что с этой буквы начинается, да. Ну, пастырь, в общем. Как-то не очень. Балда выглядел более справедливее, наверное, более как-то. И вот этот священник решил переделать эту великую пушкинскую работу, вспомнив, что она и была, собственно говоря, переделана в царское время, потому что как-то не было принято вот так показывать служителей церкви. И он переделал эту вот постановку, он сделал в театре, и она стала называться «О купце Кузьме и слуге его балде». Примерно так. Вы скажете, а в чем проблема, в чем дело? Да, нам хочется как священникам, как христианам, наверное, выглядеть немножко лучше, наверное, смотреться более достойно. На самом деле, нам не нравится, когда нас, как священнослужители церкви, кто-то критикуют, тем более великие писатели, общественные деятели, политики и вообще представители других религий, конфессий, верующие, неверующие, агностики и так далее. Нам не нравится. Но на самом деле священное писание вот о чем говорит. Священное писание говорит «Вы соль земли». Если же соль потеряет силу, то что сделает? Чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечники. И светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного. И здесь написано, что мы есть письмо, читаемое всеми человеками. Да, на самом деле нам не нравится, когда кто-то обличает нас. Но в писании написано «Не будьте как лицемеры». Если кто-то говорит, я, например, кому-то говорю «Вынь, пожалуйста, сучок из глаза своего», то писание говорит «Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза. Потом ты будешь вынимать сучок из глаза брата». Нам не нравится, когда нас обличают, когда нас критикуют. Но писание говорит «Во всякое время», я выражаюсь немножко светским языком, «Вы должны быть готовы дать отчет о своем уповании, о своей вере». Да, не очень хочется быть таким попом, и ты на фоне странного слуги балды выглядишь не очень степенно. Ты не как соль земли, ты не как письмо, ты не как свет этому миру. И хочется переделать сказки, переделать различные произведения. Но писание говорит нам другое совершенно. «Если любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Я думаю, пришло время пробуждения церкви, пришло время изменения церкви, пришло время святости в церкви. Да, можно переделывать сказки, можно переделывать различные произведения литературные, можно даже переписывать Библии, где священнослужители или величайшие цари, цари народа Божьего выглядят не очень хорошо. Например, Давид или еще кто-то. Хочется переделать и сказать, не критикуйте нас, но время начаться суду с Дома Божьего. И в Священном Писании сказано очень просто. Павел говорит, для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть этих иудеев. Для подзаконных был как подзаконных, чтобы приобресть их. Для чуждых закона, как чуждый закона. Для немощных был как немощных, чтобы приобресть их. Я, Павел говорит, бегу на этом рестарище, и я хочу победить. Если мы пытаемся вот так переделать внешнюю личину, забывая о внутреннем содержании, кто мы тогда? Разве мы исполняем слова Христа, вы свет земли, вы соль этому миру? Нужно не произведение переделывать, а себя изменить, чтобы слово евангельское, чтобы библейская наша жизнь, она стала соответствующей тому, что написано в Священном Писании. На днях буквально представители одной из епархий, по-моему, Тульской, осудили известного лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Они судили его судом, пытаясь понять, кто он. Христианин, не христианин, еретик, буддист и так далее. Они судили его и вынесли решение, что на самом деле он, ну, в общем-то, он не соответствует. Вы знаете, его не пригласили. Да, я понимаю, что церковь имеет право собираться на различные мероприятия, о чем-то говорить, но Писание говорит нам ясно. Можно осудить Гребенщикова, кого угодно. Наверное, в его песнях есть что-то нехристианское, допускаю. Но Писание говорит, начни себя, проверь себя и попроси Господи, пожалуйста, Боже, помоги мне разобраться с собой. Господи, я призываю Твои суды на свою жизнь, чтобы мне быть солью земли и светом этого мира. Давайте не будем впадать в искушение и будем судить других, но проповедовать Евангелие любви, Евангелие милости, нести вечное слово Христа. Он пошел с нас на крест, а не послал других туда. Да был святей Господь. С вами была программа «На днях» и ее постоянно ведущий Сергей Риховский. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!